МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я читал после обеда другого блогера, другого военного корреспондента с другого участка фронта. Он там пишет, да, вот на этом участке тяжелое положение, потому что у обороняющейся российской части не хватает снарядов. Я не понимаю, вы что, совсем спятили? У вас вообще мозгов нет? Вы вообще потеряли всю совесть? Вы не понимаете, что за эти слова ваши солдаты платят кровью? До чего вы хотите довезти вашу армию в вашу страну? Во имя чего? Притом, что эти блогеры знают все телефоны, куда могут позвонить. Плевать мне на блогера, блогер не отвечает. Я об этом делал, когда могут позвонить и все решить, но они пишут это дерьмо. Они ничего не должны делать, у вас должна быть военная цензура. И я об этом говорю сто раз. Си Цзиньпинь лично предостерег Путина о применении оружия в Украине. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома и советника китайского правительства сообщает Financial Times. Высокопоставленные источники сообщают, что китайские чиновники, беседуя с международными представителями, называют отказ Кремля от применения ядерного оружия своим достижением. Издание считает, что Пекин хочет выступить в миротворческой роли, урегулировав вопрос ядерной угрозы через собственное влияние на Кремль. Негативное отношение Китая к ядерному оружию прописано и в так называемом мирном плане КНР, который так и не пошел в работу. А тем временем заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз угрожает ядерным ударам. Такой вариант развития событий, по его мнению, сможет быстро остановить войну России против Украины. Всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города – Хиросиму и Нагасаки. Медведев не единожды угрожал ударить тактическим ядерным оружием. Например, в апреле он говорил о необходимости нанести такой удар, если вооруженные силы Украины попытаются деоккупировать Крым. В конце мая он упомянул о такой возможности, если Запад передаст Киеву ядерное оружие. У нас 12 тысяч. А у них, между прочим… Американцы показывали свою базу, на которой стоят 8. Это только то, что они показывали. Тысяч я имею в виду. М-60. А если брать еще танки, соответствующие М-60, то у нас 17 тысяч. Еще раз, это только американцы. Ну, правда, при всем уважении. Мы одни, их 50. Мы все время рассказываем, что у них ничего не получится. Потом, когда на фронте чуть иначе выглядит ситуация, надо отвечать за свои слова или не обманывать народное селение. Им поставят все. Они будут все равно поставлять. Им поставят все. Все. Им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и Абросы в свое время придут. Все. Им дадут все. Это великолепно, но это очень дорого. Очень дорого. Мы не вытянем это. Как из этого всего выпутываться, непонятно. Очень хочется победить, но не получается. Российское планирование оказалось некомпетентным, основанным на предположении, что украинцы благосклонно настроены к России и что вооруженные силы Украины рухнут сразу после вторжения. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показываются теми автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку эту и показываем. Я не в том числе, чтобы с деревянным автоматом бегать. Я как-то... Тем более. Я как-то это вообще... Ну, вот так они тренируются. Я советский человек. Я привык, что даже на уроках НВП у нас было настоящее. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул. И ребята, ребята. Россия движется к полному поражению в Украине. Российские солдаты, очевидно, несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы. На данный момент Путин направил на войну большую часть всех своих вооруженных сил. У него нет огромных резервов. Российские войска застряли за пределами украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными нападениями украинцев. Потерь в вооруженных силах России нет. Крах положения российских войск может быть внезапным и катастрофическим. А не происходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, а боевой дух испарится. Все будет нормально. Победим Украину. Осталась неделька. Все. У нас Путин нормальный, ему все завидуют. Вы меня извините, все страны завидуют. Что у нас такой президент. Единственное, что остановит войну, это поражение российской армии на земле. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Но что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей силы принуждения? Придент это вообще красавчик. Самый лучший человек в нашей стране. В мире. Не в стране. В мире. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Война на данном этапе стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последние десятилетия создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую, провальную работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии КНР, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Там реально наши ребята, и Донецкие, и Луганские, и наши силы спецопераций гибнут сейчас. Нет, я не хочу это слышать. Подождите. Послушайте, они гибнут все равно. Я вам сейчас скажу, что там наши ребята делают. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. До Хальгитлера даретесь, потому что его шавки это орали. Очередными санкциями в задницу себе их засуньте. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Поражение России сделает возможным новое рождение свободы и избавит нас от беспокойства по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года, когда пала Берлинская стена как символ торжества демократии, свободы и прав человека, будет жить благодаря отважным украинцам. У тебя может быть соседом сатана? Ты можешь заключить договор с сатаной? Одно условие. Нужно, чтобы Россия не воевала с Украиной. Уничтожим сатану. Уничтожим сатану. Уничтожим сатану. Уничтожим сатану. Уничтожим сатань. Субтитры создавал DimaTorzok